Всем привет в солнечной Грузии! Хочу вам рассказать, что моя поездка в Грузию началась в аэропорту, я познакомилась с Иракли. Помните Холостяка? 6 сезон. По прилету меня встретил друг Рома. Он жил в Запорожье 7 лет, и год назад он переехал обратно в Грузию, можно сказать, на родину. Повез меня в место, где я сняла себе комнату. Это грузинский Лари. Самый красивый, это молодой парень, Шутару Савели. Класс! Это 100 долларов, 240, вот это вот 20 гривен. Так что мелочи тут надо беречь. Я еще не знаю, какие тут цены и вообще, что я смогу купить на эти деньги, но попробуем. Я чувствую себя, как в передаче Орел и Решка. Проживи там, правда, сколько, 2 дня? Мне проживи 7 дней за 100 боксов. Так, меня ждет такси, и я поехала. Я сняла не квартиру, а комнату, и очень даже этому рада. Я попозже расскажу почему, а скорее даже покажу. Очень такое колоритненькое место. Мы не сразу нашли место, где я сняла комнату. Искали, искали, но в конце концов все-таки наш. Метро в Станбиде, по-моему, Метро в Станбиде сайсглаза. Я забрала карту оффлайн-инскому МАУСу, и теперь ищем, где я сняла себе комнату. Это старый Филисси. Старый такой район, двухэтажное здание. Все, мне сняла не дорого, поэтому разберемся. Сейчас где же, где же, и я буду жить. Хозяйка квартиры Катерина, она с Одессы, и 3 года уже живет в Грузии, вышла замуж. Так как я прилетела ночью, то была с дороги очень уставшая, и сразу же легла спать. Сейчас 2 часа ночи, а система тут такая, тебя не встречают, в ящике есть ключ, и ты, ну, там ящик на коде, тебе засылают код, и ты заходишь самостоятельно, без помощи кого-либо. То есть такое самообслуживание. Поэтому сейчас надо разобраться. Утром приехал Рома, и мы пошли гулять в Старый Филисси. И доброе утро. Вид из окна. В двор. Внутренний дворик. Ну, что-то казалось. Возле метро Шитарус ТВ есть такое движение Вина. Я сейчас пройдусь, посмотрю, что же здесь в Грузии. Хорошо. Это длинная, это длинная. Смотрите. По-моему, нужен пинжал. Угу. Ладно. Настоящий. Кас. 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 Там очень красиво, и там я уже начала снимать побольше. Нашла археологический музей. Вот то, что внутри, не разрешили снимать, но я сделала запись на диктофоне, когда рассказывали. Попробую ее куда-то вставить. Не знаю, насколько у меня это получится. Но вот в витрине видно вот эти вот кувшины для вина. Им, а не четвертого века. Вот. Но разрешили снимать все, что вот здесь. Вот это привезено. Это тоже очень все старое, но разный возраст этих вещей. А вот то, что внутри, это раскопали именно вот на этой земле, когда хотели построить дом. И там очень много посуды, все очень такое старое. И даже нашли могилу ребенка. Ты начинаешь окунаться в то время и думать, а как же там было. В общем, очень классно. Почему не разрешают снимать внутри? Сказали, что люди должны... И говорят, вдруг это попадет в интернет. Я даже не стала говорить, что я блогер. Вот. Если это вдруг попадет в интернет, то они не хотят. Хотят, чтобы люди приезжали и сами своими глазами все это видели. Поэтому, ну вот так вот. В любом случае, очень прикольно, очень классно. И если вдруг будете в Тбилиси, то ходите по музеям. Это завораживает. Рома так что рассказал, что вот такие вот кувшины, они зарытые с земли, они могут быть и по сколько? По доне? Дона две. И говорит о том, что измерялось благосостояние семьи по наличию вину в доме, в застолье грузинском. И если гость пришел и нет вина, то он позор в земле. Раз нахрен, это ощущение. Поэтому вот так вот, понимаете? Ну, говори. Ну, человек, когда для грузина, гость это, ну, святое в доме, получается. А когда гость приходит, ему надо, ну, на стол, то есть... Накрыть стол. Накрыть стол, да. И вино было. Вино для чего? Для того, чтобы ты мог ему пожелать, ну, когда тост говорят, что они желают, начиная там от самого человека, потом за братьев, за ушедших, там, за всех, ну, то есть за Родину, то есть за всех. Это как часть ритуала тоже, должно быть вино. А если ты... Нет вина, значит, ты плохой хозяин. Плохой, неплохой, но... Как мой зять говорит, говорит, если у меня нету дома вина, говорит, я умру, говорит. Ну, такой, потому что он любит вот это, вот, когда грузы к нему приходят, и он сам это вино делает, и сам... Частичку себя. Ну, да, все это, и ему это доставляет радость, когда он проходит в гости, и он свое вино достает и угощает им. Ну, почему столицу перенесли сюда? Почему? Ну, царь, тогда не помню, Багратион, какой конкретно, он находился здесь, в этой местности, и они наткнулись на эти серные источники. Источники, сейчас бани они сделали, вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Бани вон. Вот, я же показываю. Да, покажу. Да. И тут такой запах серый. Это шапочки такие, торчат. И слово Тбилиси, получается, слово Тбили, это теплый, теплый источник. А-а-а, прикольно, кстати. И потом столицу сюда перенесли, она раньше была на сходе, потом стала курицей. А как давно? Ну, это надо уточнять. Надо погуглить. Кто знает, пишите в комментарии, пишите, пишите. Ой, главное, этот, не съесть ниточку. Купила черчхелу, она с сундуком, и они есть красные и есть белые. Безумно вкусные, и ощущения у меня сразу с детства, потому что я помню пастилу и черчхелу, ну, ели постоянно. Это белый виноград с орехами, очень вкусно. Домой привезу много. Алилову кинь, алилову. Идем в сторону водопада. Тут так красиво. А Рома говорит, что она все здесь красивее по сверху. Соборит и очень колорит. А вот там вот, видите, замочки. Замочки. Очень красиво. Да, Грузия, конечно, красавчик. Ну, мне она еще блескаешь, говорила. Потому что я выросла, но с детства пришла в Духинбалу. Алиловая, хорошо. Алиловая, хорошо. Продолжение следует... Цель моего приезда, вы знаете, если вы смотрели предыдущий мой влог. Я хочу организовывать такие поездки-перезагрузки, такие ретриты, возить мастеров и помогать людям таким образом. Мне очень хочется, чтобы мой продукт был качественный, а чтобы это так и было, то мне надо все самой посмотреть, увидеть, проверить, чтобы мне понравилось, и тогда я бы спокойно привезла людей. Итак, я показываю вам все то, что вижу сама и собираю картину будущей поездки. А также, если вам понравилась моя идея, то, конечно, пишите в комментариях, я с удовольствием вас отвезу в Грузию. Продолжение следует... Продолжение следует...